День Победы 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 Все войны свои я закончил Готов, уже стало побольно Но что-то в душе болит очень Когда выхожу в чисто поле Здесь дед мой среди тысяч схоронен По ним и полвека тоскуем За них поднимаемся с боем И снова воюем, 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 воюем И пусть не война, всего лишь войнушка И пусть автоматы, всего лишь игрушки Все как на войне, мы врага атакуем Мы снова и снова воюем, воюем, воюем Войну сын не видел в Папине Малыш, впереди десять классов А просят уже в магазине купить Автоматы с пластмасса И пусть не война, всего лишь войнушка И пусть автоматы, всего лишь игрушки Все как на войне, мы врага атакуем Мы снова и снова воюем, воюем, воюем Воюем Спасибо Песня вообще старая Я помню, что я написал ее на 45-летие Победы Еще у меня сын был совсем маленький И дети наши играли в другие игры Сегодня играют они уже в компьютере И тем не менее, все равно, это игры связаны с той войной Замечательную рекламу, что ли, сделаю Ил-2 там, или танки эти, где, ну то есть Наверное, это уже на каком-то генетическом уровне Вот, следующую песню я тоже давно написал Ей 25 лет А когда писал в 93-м, думал, что на раз Как говорят, есть такой термин, датская песенка Когда происходит какое-то событие И на это событие пишется песня И, в общем, ну скажем так, через определенное достаточно короткое время Его забывают Написано было тогда, когда в Кракове Убрали памятник маршалу Коневу Благодаря которому город остался тем Красавцем, который он есть Исторической ценностью Буквально там с небольшой разницей Помню, в Праге Танк покрасили розовой краской Который освобождал 8 мая Этот замечательный город, опять же К сожалению, годы идут Мы видим одно и то же, то же самое Буквально неделю назад Вот такой классный случай Российские туристы в Вене Предотвратили раскраску, опять же, памятника Воинам-освободителям То есть вот наши там сидели, увидели Что какие-то подозрительные люди идут к памятнику Их просто вот там они, ну, можно сказать, повязали Сдали полиции и обратились не в посольство Ну, властям Австрии, что, ну, что вот здесь происходит Поставьте там пост Монолог солдата из братской могилы Мой дом последний здесь Здесь влачь в палатках рваных Наш взвод почти что весь Лежит в смертельных ранах Здесь братская могила Здесь вечно отдыхаем Земля нас всех сплотила Мы годы вспоминаем, как прямо На запад шли упрямо Не дождались нас мамы И я дойти не смог Мне бы увидеть свое небо Услышать запах хлеба Вернуться на восток А люди там над нами Ломают монументы И по венкам ногами Растоптаны все ленты Тот танк, что этот город Нас побождал когда-то И что стоял здесь гордо Уже пропал куда-то Ветер Ты знаешь все на свете За что же люди эти Теперь так злые на нас Сколько Нас полегло здесь Сколько В земле чужой Да только Все позабылось в раз Но все нас переносят Весь взвод за город Прямо Потом их дети спросят Что было в этих ямах Здесь были те ребята Которых не дождались Которые когда-то За их народ сражались Пули Косили нас и гнули Но все же мы не свернули Врагу пришлось бежать Ждали Тогда нас здесь Так что ли За них мы жизнь не отдали Остались здесь лежать Случилось что на свете Вновь в прах Наш засыпают Меня на землях этих Второй раз убивают Но коли здесь не гости Нас гибнуть не просили Не трожьте наши гости Верните их в Россию Где-то Сквозь годы ждут нас Где-то Прошло хоть много лет Но Нас помнят и теперь Мне бы Увидеть свое небо Услышать запах хлеба Открыть родную дверь Мне бы Увидеть свое небо Услышать запах хлеба Открыть родную дверь Вот Ну многие же уже были на моих концертах Именно 8 мая Знают наверное какой-то определенный набор этих песен Я себе позволяю Именно в этот день Попеть Некоторые вещи Которые не мои Но они общенародно известны Это Ну я даже сказал бы Не замечательные А великие песни Я их в течение Концерта буду Опять же скажу Позволять себе спеть Ну практика показывает Что даже и подпевают Поэтому Можно не стесняться Хотя это наверное все-таки Не самые такие зажигательные вещи Но тем не менее Я думаю мы с удовольствием их вспомним Эх дороги Пыль да туман Холода тревоги До степной бурья Знать не можешь Доли своей Может крылья сложишь Посреди степень Вьется пыль под сапогами Степями, полями А кругом бушует пламя До пули свистят Дороги Пыль да туман Холода тревоги До степной бурья Выстрел грянет Ворон кружит Твой дружок В бурьяне Не живой лежит А дорога дальше мчится Пылится Глубится А кругом земля дымится Чужая земля Эх дороги Пыль да туман Холода тревоги До степной бурья Край Сосновы Солнце Встает У крыльца Родного Мать-сыночка Ждет И бескрайними Путями Степями Полями Полями Все глядя Зарстит За нами Родные Глаза Эх Дороги Пыль Пыль Да туман Глаза Холода Тревоги До степной Бурья Снег Снег Лит Ветер Вспомним Друзья Нам дороги Эти Позабыть Быть Нельзя Браво Спасибо У нас вот в Минске буквально Ну точно не скажу дату Но пару недель назад В аэропорту Минск-1 Минск-2 Сел на дозаправку Такой самолет Просто уникальный Нет это был не Су-57 Это был Легендарный Ил-2 Настоящий Следующая у него Посадка была Запланирована в Польше Самолет пилотировал Замечательный летчик-испытатель Он же директор Сигня Владимир Евгеньевич Барсук Да правильно Звучит символично Он летел в Берлин А мы у себя В Беларуси однозначно говорили На Берлин Что согласитесь Весьма меняет смысл Вот Ну и песня В общем-то Посвященная Тому самолету И не только ему Стрелой залетела каблоком Зеленая ракета И значит нам Штурмовикам Опять работать где-то Три года ада за спиной Мы все Друзей теряем Нас ждет опять Смертельный бой Нас ждет опять Смертельный бой Сомнение Прочь Взлетаем Забыло небо То, что есть Звет голубой На свете Наверно Нами движет месть Мы душем годов Этих Горит родная Беларусь Мороз идет по коже Я верю в то, что я вернусь Я верю в то, что я вернусь Стрелок мой верит Тоже Небо Ты нас не забудешь Ты все-таки нашим осталась Мы все как один Мы дожить до победы мечтали Небо Мы шли сквозь огонь Нам тяжелое время досталось Сжимая штурвал Стиснув зубы Мы в бой Улетали Под плоскостями дымыча Колонна танков Превет фашисты В рации Кричат Эрхемид Шварц Это В пике глубокое Вхожу Смертям двум Не бывать Я вам сейчас Всем покажу Я вам сейчас Всем покажу Так хую Вашу мать Горит земля Под тобой И весь сыры насели Под чертный хвост Сошел худой Я видно на прицеле И мой стрелок Навеку молк И боль мне сердце давит Сегодня вечером Наш полк В столовой вечером Наш полк Хлеб с водкой Нам поставят Небо Ты нас не забудешь Ты все-таки нашим осталась Мы все как один Мы дожить до победы Мечтали Небо Мы шли сквозь огонь Нам тяжелое Время Досталось Сжимая Штурвал Стиснув зубы Мы в бой Улетали Летят Метра серого след Огонь уже В кабине Мне прыгать смысла Просто нет Нет мыслей В помине Зазором оживешь В бою Мне погибать Негоже И жизнь короткую Свою И жизнь короткую Свою Продам я Подороже Мое Последнее пике Назад мне Не вернуться Без бомб Я нынче Налеге Мне в гости Промахнуться Штурвал бы Только удержать Теперь Молитесь Гады Еще успел Я прокричать Ребята Лихо Поминать Наш экипаж Не надо Небо Ты нас не забудешь Ты все-таки Нашим осталась Мы все как один Мы дожить До победы мечтали Небо Мы шли сквозь огонь Нам тяжелое время Досталось Сжимая штурвал Стиснув зубы Мы в бою Летали В небо Все Досталось Что Сжимая штурвал В свое время Эта песня была написана К 50-летию 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии На пяти орденов Дважды Ордена Ленина Краснознамен Родена Суворова Кутузова сформирована была под Сталинградом в 1942 году и мне довелось лейтенантам придя в такой гарнизон Лида в Гродненской области она тогда там дислоцировалась, в то время была БАДовская дивизия на Су-24 потом, когда уже к сожалению, вся эта страна наша развалилась дивизия была выведена на Юг туда и работала уже на Чечне как именно штурмовая дивизия потом смешанная стала и сейчас она существует прославленное соединение к сожалению, недавно узнал, что последний, последний летчик у нас в Беларуси который из этой дивизии еще был живой я у него брал интервью, наверное, лет семь назад ему уже тогда было за 90 полный кавалер ордена славы такой капитан Шатила, но сейчас его уже капитан, это сложно назвать сегодня просто на всякий случай позвонил одному такому хорошему репортеру, говорю, он живой уже уже хотя, конечно, это были самые такие самолеты, на которых были самые большие потери я все вот что-то подумал, да, юбилей был 50 лет у нас вот 12 мая в Кубинке будет отмечаться юбилей, который уже состоялся был 23 марта, если мне не изменяет память 80 лет гвардейскому 237-му центру показа авиационной техники имени маршала авиации Иван Никитича Кожедова это я к тому, ну, во-первых, что приезжайте обязательно это будет уникальное зрелище я точно расписание не знаю, но если к 10-ти, то это будет правильно, не позже там будет в начале концерт я там участвую но там будет пилотаж русских видите здесь трижей беркуты впервые за долгие годы пролетев над Красной площадью не полетят к себе в родной Торжок а вернулся на Кубинку чтобы именно 12-го тоже там участвовать в этом авиашоу поэтому всем добро пожаловать на Кубинку а песня, которую спой, была написана тоже на юбилей только на 70-летие ровно 10 лет назад мы землю толкнем и небо снова обнимет нас своими облаками мы верим, что оно сегодня с нами спешим навстречу будто до лесового пусть метел нам тучи обещает оставим снизу все дожди и лужи изнанка, тучи всегда светла снаружи нас небо солнцем как родных встречает вот жалко, что ошибок не прощает влюбленность в небо ты, земля, прости нам мы все чуть-чуть возможно но за сдвигом ведь сросся каждый с ушкой или мигом и кровь нас, наверное, с керосином нам без небес как без воды и хлеба мы не сломались как нас не бросали ведь было время крылья нам вязали но вновь наш ромбик носится по небу наш ромбик снова носится по небу чуть выше в небесах и дверь сирочек там мирный гвыф сквы дни и ночи несет людей в Анталию и Сочи а мы, как в школе тренируем почерк выводим в небе тексты сочинений фигуры пишем а точнее пашем и где-то снизу смотрят дети наши наверное, им пока не до волнений мы все вернемся вместе нет сомнений влюбленность в небо ты, земля, прости нам мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом ведь сросся каждый сушкой или мигом и крот в нас наверное, с керосином нам без небес как без воды и хлеба они сломались как нас не бросали ведь было время крылья нам вязали но вновь наш ромбик носится по небу наш ромбик снова носится по небу мы на петле вычерчивое строим местами землю с небом поменяем но мир там не изменится мы знаем мы видим, как дворцы и замки строят нам не придется жить в таких хоромах но честь свою мы в грязи не уронили пусть те, кто снизу свой кусок схватили зато у нас есть небо мы здесь дома не будет в нашей жизни по-другому влюбленность в небо крылья крылья нам вязали но вновь наш ромбик носится по небу наш ромбик снова носится по небу по небу Влюблённость в небо ты, земля, прости нам Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом Ведь росся каждый сушкой или мигом И кровь у нас, наверное, с керосином Нам без небес, как без ваты и хлеба Мы не сломались, как нас не бросали Ведь было время, крылья нам вязали Но вновь наш ромбик носится по небу Наш ромбик снова носится по небу По небу Мне всегда жалко, что я не могу пригласить сюда 8 мая Вот этих ребят, которые завтра полетят на парад Пройдут над Кремлём своей девяткой Это уникальное зрелище, уникальная задача Потому что мы сейчас, я не сомневаюсь, они многим уже просто легли спать Потому что это ранний подъём И, ну, это тяжёлая работа, скажем так Но у нас, если, не знаю Олег Лазарев здесь А, вон вижу, да Это человек, который летал в пилотажной группе стрижи В очень таком серьёзном составе в своё время Один из немногих стрижей, который воевал в Афганистане Орден Красной Звезды Олег, спасибо большое, что пришёл И опять из любимых песен Лётчик-пауш Иван Иванович Штурман был Иван Степанович Стрелок-радист Иван Фомич Техник был Иван Ильич Держит курс Иван Иванович Держит связь Иван Степанович Бой ведёт Иван Фомич В землянке сбит Иван Ильич Пьёт коньяк, ну, Иван Иванович Пьёт вино Иван Степанович В водку пьёт Иван Фомич Чинит борт Иван Ильич Лётчик был Иван Ильич Штурман был Иван Степанович Стрелок-радист Иван Фомич Техникам Иван Ильич Замечательный фильм Хроника пикирующего бомбардировщика С этими вот песнями, которые как-то вот остались Хотя Многие почему-то, когда вот их поёшь Это откуда? Ну, это уже, наверное, поколения другие Поколения действительно меняются Я, ну, не то что все Многие, конечно, там Сидим там в Фейсбуке, в Одногласниках Посты какие-то размещаем Я традиционно, опять же, перед 9 мая Выкладываю фотографии Наградного листа на своего деда Которого я никогда не видел И вот своему сыну, когда он рос Я ему говорю Вот у тебя дедушка есть, а у меня нет И потому что у меня его нет Вот и есть Дед погиб на Курской дуге 9 августа 1943 года Отец мало чего о нём рассказывал Ну, практически ничего не рассказывал Какие-то такие штрихи Потому что, когда дед ушёл на фронт А ушёл он 23 июня 1941 года Я скажу, конечно, вот Прошагав больше двух лет по войне Это очень, ну, в самые-самые тяжёлые годы Он, конечно, его очень плохо помнит Там есть одна фотография, они вдвоём Вот, сейчас уже и батя ушёл тоже Вот, он пошёл по этим стопам Тоже стал военным Потом я стал военным Вот, ну, вот такая песня Батя, здравствуй Не верится ей Богу Но вернулся я назад В родимый дом Батя, здравствуй Устал я за дорогу И не спрашивай Пока что ни о чём Батя, здравствуй Был долгим год Как на войне три за один Но снова мы вдвоём Батя, здравствуй Весь год сказать хотелось мне обнять тебя А фразы все потом Заставим садим мы столом Покрепче что-нибудь нальём А в батя от тебя я так отвык И стопка водки заберёт Весь мир вокруг перевернёт Развяжет мой завязанный язык Но как дела, да жив пока И не болят ещё бока Иду, как прежде, прямо на пролом А жизнь стремительно бежит И как цыганка ворожит Но оглянусь, пожилых я потом Проблемы есть, когда их нет Не стал пока немилым свет Хотя порой трясёт Но лишь слегка Но свой я вытянул билеты С ним по жизни столько лет По жизни еду Бог с ним А пока За старым садим мы столом Покрепче что-нибудь нальём А в батя от тебя я так отвык И стопка водки заберёт Весь мир вокруг перевернёт Развяжет мой завязанный язык Батя, здравствуй Когда сварил клешнёй берут Это ещё чуть-чуть, но постарел Батя, здравствуй И пусть календари не врут Твой взгляд горит всё так же, как горел Батя, здравствуй Я наяву, а не во сне Увидеть поскорей тебя хотел Батя, здравствуй Я дома, а не на войне Я год спустя, но всё же прилетел За старым садим мы столом Покрепче что-нибудь нальём А в батя от тебя я так отвык И стопка водки заберёт Весь мир вокруг перевернёт Развяжет мой завязанный язык Романтик кончился во мне Воюю даже и во сне Покрылись пылью детские мечты Ты сам когда-то спину гнул И лямку тридцать лет тянул А я теперь вот так же, как и ты Стараюсь правду говорить Не унывать и честно жить Как с мамой научили вы меня Без велок не хапываю с небесы В грязь пока ещё не в лес Живу, как все, деньгами не звеня За старым садим мы столом Покрепче что-нибудь нальём А в батя от тебя я так отвык И стопка водки заберёт Весь мир вокруг перевернёт Развяжет мой завязанный язык Счастливо, батя Так не хочу изжать и не разжать Пожатие руки Счастливо, батя Ты молодцом и так держать Вот только батя, маму береги Счастливо, батя Не сильно верю я судьбе Но верю, я вернусь в родимый дом Счастливо, батя Я шёпотом скажу тебе И обниму А фразы все потом Спасибо Когда думал о сегодняшнем концерте Всё равно Я не буду врать, что я не готовлюсь Но я не сильно себе планирую какую-то программу Но думаю о том, как её привязать К событию, скажем так Ну вот Не можно просто петь песенки какие-то Я уже вот спел Про ту дивизию первую гвардейскую Которая воевала 237-й наш этот гвардейский центр Опять же, это прославленнейший полк Который в Великой Отечественной войне Назбивал там немцев столько, что Мама дорогая И вот думаю Жаль и в вертолётчиках Как их-то привязать К Великой Отечественной войне Армейская авиация Вот, кстати, в этом году отмечает своё 70-летие То есть как род военно-воздушных сил Возникло уже после войны А потом вдруг вспомнил, как говорится Хлопнул себе полку 55-й отдельный вертолётный полк Сергей Викторович Юбилей моего отвечали в прошлом году 75 лет Потому что полк возник как штурмовой авиаполк И работал тоже на Ил-2 А потом уже стал он вертолётным Ну то есть, ну вот, я себе могу это позволить Это действительно связь с войной Воинская часть крайне прославлена И теми подвигами И теми, которые уже случились в наше время Поэтому всё-таки песня вот такая Ласточки летают над землёй Низка Значит, снова нет погоды А у тебя же небо здесь полгода Значит, полтора И я живой Натрия умножается войной Вот и с нами Видно всё на глаз Если мы летим предельно низко Это значит, нам до цели близко Крайней хиль последней Этот раз Бог решит Мы верим Он за нас И, конечно, верим мы в бою То есть, что никогда не подхватило Кто-то называет крокодилом Птичку Про которую пою Ласточку Петнистую мою Подтвердят нам трассер и расчёт Не ошибся лётчик-оператор Венчён, как в фильме Терминатор Всё, что снизу убирает в лёд Наш привет, он тем не нашим уж лёд Скажут, кто не страшно, мол Враньё Нас пугают снизу пулей Дурой Отвечая всей номенклатурой Птичка разметает вороньё Мы вдвоём Под небом у неё Душу ветокрылую свою Вместе с нами ты не погубила А позвал же кто-то крокодилом Ту, что выручает нас в бою Ласточку петнистую мою За спиной молотит пулемёт Бортовой наш парень не из робких А положился лентами в коробках Пулемётный сам себе расчёт Бортовому общий наш зачёт Напись, что опасно у хвоста Даже дуракам её смысл ясен Нынче я действительно опасен Горный край меня уже достал К чёрту живописные места Все годы, что вместе с ней в строю Красотой меня с ума схватило Что за дурень кличет крокодилом То, что вместе с нами на краю Ласточка петнистую мою Словно сто разгневанных богов Всё на нас обрушились в репость В небе, словно маленькая крепость Мы ведём огонь из всех стволов Нам иначе не смазить голову С нашей птичкой мы не отвернём Не проходят с ней такие штучки Бережно держу её за ручки Словно в танце Кружим мы вдвоём Мы танцуем танго под огнём С той, которой песенку пою С той, что нас от смерти уводила Я убью того, кто крокодилом Обзовёт любимую мою Ту, что выручала нас в бою Ту, что вместе с нами на краю Ласточку петнистую мою Светило ярко солнышко в зените Убитый крач обломками молчал Пищал комар отчаянно спасите О живле лётчик он не сообщал Была надежда призрачная и шатка До смерти здесь, как в песне, три шага И наша винтокрылая лошадка Несла нас прямо к чёрту на рога А в это время мальчик на Феррари Носился по Москве и по пути За час устроив несколько аварий Пытался от гаишника уйти А мы пытались лётчика найти Нам вроде как везёт, но так не шибко Мы видим парашют, заметен бой Нам дроби в барабанной по обшивке Но главное, что парень и наш живой Мы не поём безумству храбрых песня Играть привыкли марш, а не романс Плечом к плечу с любимой птичкой вместе Пока мы с ней, то есть хотя бы шанс А в это время по Москве в Угаре Направо и налево в селём хамя По тротуару в золотом Ферраре Мальчишка нёсся в голову сломя Мы тоже тут несёмся, но дымя Нам трассеры всё небо украшают Там снизу бородатых прям аншлаг Что делать с нами, боженька решает Мы живы, хоть машина как дуршлаг Нам лёчек снизу машет Уходите, держись, браток Ещё не кончен бал Нам ярко светит солнышко в зените Ты пан, браток, который не пропал А в это время из Феррари мальчик По телефону папу набирал Гаёбому показывал вверх пальчик И звёзды снять с погонов обещал А нас без обещаний Бог спасал Со скоростью Феррари уходили И где-то у нуля высотомер Мы нашего парнишка уносили А он ревел на взрыв Хоть офицер Мы тоже слезы тщательно скрывали А говорят, летают смельчаки Мы пальцы ему долго разжимали Он в них сжимал гранату Без чеки Спасибо Ты это прошлый раз рассказывал И сейчас, наверное, в каком-то виде повторюсь Интересно, вот песни пишешь Потом выясняются какие-то подробности Начинают звонить или писать люди Которые в каком-то виде участвовали В подобных событиях Я помню, когда на одном из концертов Я её спел где-то в феврале Её связали, эту песню, с Романом Филипповым Который, как известно, в Сирии погиб Подорвал себя гранатой Я писал по словам По тому рассказу, который я услышал в своё время Там гранаты не было Была ситуация именно с Грачом А потом уже Мне написали, что действительно 25 апреля аж далёкого 1984 года Был сбит СУ-25 СУ-17 М3 Который пилотировал Сергей Александрович Соколов Ставший впоследствии Героем России Но уже совершенно за другие вещи Вот И его чудом подобрал Ми-8 экипажа Сергея Ефимова Они уже его взяли без сознания Он лежал на животе Его также вот в кабину забросили Вертолёт поднялся И техник был такой Анатолий Маркуша Он увидел, что лётчик что-то сжимает в руке Развернул, а там отскочила ЧК Всё, граната была Он успел её выбросить в открытую дверь Потом мне Другой Мой замечательный друг Владимир Кутанин Говорит Ты эту песню Ну он знал, что я еду на 60-летие На день рождения Владимира Решадовича Алимова Герой России Он говорит Ты Алимова испой Он там прочувствует Я говорю Так у Алимова там Ну другая сторона Говорит нормально Там вот, где у нуля высотомер Он когда всю эту толпу вывозил Он там порубил сосны И деревья Когда чудом уходил Ну да, я помню Тогда спел И, конечно, Решадович так Действительно расчувствовался Ну, как говорят Всегда в любом Жизнь Не то, что говорят Я всегда говорю Что жизнь, она гораздо круче Любого романа Любого кинофильма Потому что Происходят Происходят такие вещи Которые Сценаристы Ну, не то, что иной раз Они не выдумают Туман 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 И всего в двух шагах За туманами война Там гремят бои без нас Но за нами нет вины Мы к земле Прикованы туманом Воздушные рабочие Война Война Туман 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 На прошлом и былом Далеко Далеко За туманами Наш дом А в землянке фронтовой Нам про детство Снятся сны Видно Видно Мы рано Повзрослели Воздушные рабочие Войны Туман 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 Окутал Землю Вновь Далеко 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 За туманами Любовь Долго Нас Невестам Ждать С чужей Дальней Стороны Мы не все Вернемся Из Полета Воздушные Рабочие Войны Воздушные Рабочие Войны Спасибо. Вот фраза такая красивая. «Долго нас, невестам, ждать с чужедальней стороны». Интересное словосочетание «с чужедальней стороны». А сегодня, ведь сегодня им тоже приходится ждать именно оттуда, из такой чужедальней стороны, где не всё спокойно. Буквально вчера там такие неприятные события случились. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвёздный наш отель, апартаменты, экстракласс. У нас удобство снаружи, бывало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт. Но видим только с высоты мы эти красоты. В процессе работы мы трудимся в заморской талии, где звучит намаз. И многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена наставе мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе нету этикета. Сюда они отдыхать пришли, не в гости. Мы днём и ночью бомбы и ракеты Вхолачиваем в цели. Слово двости по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой от напряжения кипиш. Кабина словно, дом родной, вот только жаль в ней не поспишь. Хочется очень, особенно ночью, Которая месяц не до сна и не уйдёшь. Набери тень по распорядку. Здесь война, что день, что ночь. Рабочий день здесь, всё на пределе. Назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте Выпадем с небес. И сразу станут цифры 200. Духи все в окрест. Прицельный марки, тонкий крестик. Миг на них поставим Ширный крест. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях Буржуевы смущались, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе нет этикета. Сюда они отдыхать пришли не в гости. Мы днём и ночью бомбы и ракеты Вхолачиваем в цели. Словно гвозди по самому прямому назначению. Невероятные друзья Нам скажут просто Very good Летать по многу им нельзя. У них нормированный труд Ты бедным и сладкой Жить По распорядку К смертям уже не привыкать С годами стали мы грубей Пора за нам не умирать Но не привыкнуть хоть убей Нам жить В половину И к выстрелам В спину Минует нас по воле фарта Смерть и холодок Гадая спустя От полётной карты Выцвивший листок Напомнит нам до боли ярко Ближний, но далёкий Столь восток Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи были против Но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нет этикета Сюда не отдыхать пришли не в гости Мы днём и ночью бомбы и ракеты Вхолачивают в цели Словно гвозди По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению У меня теперь святая песня Спасибо Связана ещё одна история Совершенно недавняя Это было 5 мая В городе Ростове проходили Очень такие серьёзные мероприятия Посвящённые 100-летию Южного военного округа Мы летали туда с ансамблем Александрова Вот этим обновлённым Или полностью новым Там были ансамбль песни и пляски Черноморского флота Ну такое, скажем так, большое представительство Где имел какое-то скромное значение И четвёртого был один концерт Агала Концерт состоялся на театральной площади Города Ростова На Дону это главная площадь Там присутствовали все главы регионов На территории которых располагается округ То есть губернаторы там Ростова-Голубев, Крым, Аксёнов Рамзан Ахаматович Кадыров Жилкин на Астрахани Юн Успектиев, Куров Ну перечислять не буду Естественно, очень много военных И этот концерт открывал я Вот с этой песней Там очень мой Я его действительно искренне называю другом И он меня тоже Хотя он гораздо старше меня Командующий 4-й воздушной армии Генерал-лейтенант Виктор Михайлович Севастенов Человек просто с уникальными мозгами Мало того, что это лётчик с большой бопой Он очень креативный человек И пока мы там два дня общались Он говорит Я придумал Значит И выглядело это Очень интересно Там у меня было одно сожаление Что перед этим был воздушный парад Над Доном И очень мало людей успело прийти на эту площадь Там пару тысяч человек было Ну понятно, вот эти все официальные лица Они были А затея была Командующего Такая очень Ну я считаю это сложная Вот я говорил Что завтра полетят на Красную площадь Вот эти штурманские расчёты Когда лётчики друг за дружкой Должны выйти по нулям И так далее У нас это выглядело вот примерно так Значит Сидит эта группа людей Которые заведуют звуком Видео и так далее Мы объясняем Значит Человеку, который сидит на видео Значит Ты запускаешь вот этот видеоролик На Девятой секунде Ты убираешь звук Значит Ну потом дальше мы идём к звукоинженеру Значит Он тебе будет транслировать этот видеоролик Ты на седьмой секунде прибираешь звук А Ставить На девятой убираешь звук А на седьмой секунде Включаешь минус Анисим Да, я не буду скрывать Ну я пел голосом Но играл минус Потому что аранжировка серьёзная И дальше Руководителю полётов на выносе Говорили Значит А ты Ну это был начальник Начальник авиации Четвёртой воздушной армии Дну армии В СПО На седьмой секунде Когда услышишь Что пошёл аудиотрек Включаешь секундомер И даёшь команду Отчёт Четырём самолётам Которые в это время Находились в зоне ожидания Это пара Су-25 Пара Су-27 Пара Су-25 Должна выйти на 3.30 И распуститься над сценой И на 3.40 Су-27 Распуститься и сделать Распуск вверх Честно говоря Я сомневался Это вот как раз Время проигрыша было У нас всё получилось Это было потрясающе Ладно Как я называю Следующую песню Это Один из моих Любимых военных блюзов Темная ночь Время проигрыша Только пули свистят по степи Ты слезу Тираешь Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас Глубами Глубами Темная ночь Разделяет Любимая нас И тревожная Черная степь Пролекла между нами Верю в тебя Дорогую подругу мою Эта вера От поля меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен В смертельном бою Знаю Встретишь С любовью меня Чтоб со мной Не случилось Смерть не страшна С ней не раз Мы встречались В степи Вот и теперь Надо мною Она Кружится Ты меня ждешь И у детской Кроватки не спишь И поэтому Знаю Со мной Ничего не случится Ничего Ничего Не случится Ничего Не случится Браво Воздух Как и все Средства И для птиц Сирена Воет Опустили Кафониры Пахнет В воздухе Вареною Значит Миру Не до мира Миру Явно Не до мира Ничего День тяжелый Мне маячит Я не нож Но я заточен От военной Судачи Коль Верхов Большие лица Не нашли Для мира Повод Не смогли Договориться Значит Я последний Довод Я теперь Последний Довод И со мною Наравне Эти двое Что во мне Время Че На всех Часах Только Стрел Ко мне Режить Сколько Нам Летать И жить Наши Судьбы На Весах Где По небесах На троим Адреналина Добавляет Неизвестность Не жалею Керосина Я Облизываю Местность Где-то Рядом Неприятель Мне Сейчас Не до Каприза Включен Главный Выключатель Мы всех Выключим Кто снизу Выключаем Тех Кто Снизу Но Возле Догнем И громом Огрызается Поверхность Контингент И там Непромах Повышает Нашу Сверность И в кабине Эти двое На приборы Смотрят Гмуро Я Как будто Сильно Болен Кашель Жар Температура Кашель Шар Температура И отчаянно Втроем Через небо Напролом Как на рваных Парусах Мы Того Вверх То Снова Вниз На кону Всего Лишь Жизнь Наши Судьбы На лесах Где Там небеса Живы Живы Оба не убиты Хоть по мне Глупили точно Я рядом Читерита Чтоб на воздух Вышли срочно Эти двое Как на меня Велика цена Задержки Но плечом К плечу В кабине Держат Ручки А не Держки Не хватаются Задержки Как хочу Я воскадрелью Даже если Инвалидность Я не складываю Крылья А меняю Стреловидность Возвращаемся Из боя Пусть мы Еле волочемся Но в кабине Эти двое Верят в то Что мы вернемся Обязательно Вернемся Мы вернемся Вернемся На войне Как на войне Даже если Ты в огне Надо верить В чудеса Чтобы не было Держись И тогда Не смерть А жизнь Перевисит На весах Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Спасибо Я когда эту песню пою В этом зале Почему-то Владимир Семенович Вы меня простите Но вот он там Он на таких самолетах летал Заслуженный военный Летчик России Владимир Семенович Чадиновский Спасибо, что приходите Ну, нередко говорят Ну, нередко говорят, что Это вот предыдущая песня Она про войну Три восьмерки Которая вот состоялась Когда-то там Между Грузией И Южной Осетией При большом участии Российской Федерации Ну, дело даже не в этом Просто Ну, вот Время идет И как-то удивляет Что в двадцать первом веке Мир по-прежнему Наступает на одни И те же грабли Мы продолжаем воевать Рулеткой вращается Наша планета Мы верим наивно Что так будет вечно И, глядя в экран Наблюдаем беспечно Как где-то воюют Ведь это лишь где-то Нам громко на нады Как шум по гремушке Гремит далеко Нет причин для тревоги Война незаметна Уже на пороге Все громче и громче Беседут пушки Мы словно в каком-то Разрушенном тире Столетия Держим друг друга на мушке И хоть все живем В этой общей квартире Молчи Вместо нас Говорят только пушки Наверное у нас Слишком умные лица А надо всего лишь Чуть-чуть улыбнуться Из фронта домой Все солдаты вернутся Однажды на свете Такое случится И может тогда До души нам кукушки Побольше оставшихся лет Накукоют Забудут окопы Как их атакуют Нам больше не вспомнится Как кремят пушки Как хочется Чтоб только Залпы салюта И в ночь Новогоднюю Грохот хлопушек Однажды напомнили В мире кому-то Что мы говорили Лишь с помощью пушек Вот если б когда-то Все бомбы, ракеты Все вдруг превратились Навек в побряковушки Тогда бы вздохнул Улыбнулась планета Дай бог, чтоб на ней Замолчали все пушки Замолчали все пушек В этой песне такая фраза есть «Все пули, снаряды и пушки навек превратились навек по гремушке». Я вот потом написал, а потом думаю, ну да, конечно, здорово, если это все случилось, но тогда же военных не будет. И вот иногда думаю, а хотел бы я, я такой до мозга костей, наверное, замилитаризированный человек, но, как поется в песенке этого Анисимова, где-то в прошлом пушки и танки можно жить и на гражданке. Летчикам там хватает профильной работы. Вот я помню, когда-то однажды летел на борту авиакомпании «Транс Аэро», которая когда-то была. И перед взлетом, ну, летчик приветствует КВС пассажиров и говорит там, ну, я не помню сейчас фамилию, но он назвал свою фамилию, и я такой думаю, елки-палки, да, вот, ну, может, это тот, кого я знаю, там, ну, с одного там полка. И когда бортпроводница проходила мимо, я спрашиваю, девушка, можно у вас? Она, да, да. Я говорю, а у вас командир не военный в прошлом? Она меня посмотрела и говорит, да вы знаете, у нас больше половины военных, поэтому как-то мне сложно сказать. Это следующая песня, она новая. Мы не спеша на эшелоне Идем по спинам облаков А в комфортабельном салоне Устав от северных ветров Три роты личного состава Летят гудеть на жаркий юг Ведут себя не по уставу К бортпроводницам простаёт Мой командир откроет книжку И чертыхнётся, что устал Мне скажет вы, Михалыч, слишком Забудьте к чёрту ваш устав Ведь вы теперь гражданский лётчик Промолвит с искоркой в глазах Да, был истребитель, стал извозчик А зато как прежде в небесах Покуролесить бы над точкой Жаль за спиной сидит народ И нож куда-то сделать бурчком Увы, здесь всё наоборот Не перехват, а перевозка Не на Кавказ А в Таиланд И на погонах три полоски Был подполковник, стал сержант Здесь держать стеклоном встречи Знать потрясёт кораблик наш И пассажиров, как овечек Пасёт кабинный экипаж Как обмануть метеосводку Поесть попить, как вариант Нам кофейку нальёт красотка Ух, как жаль, что я не лейтенант Чтоб мы безропотно летали Дают нам пряник или кнут Как там у Марксов капитал Эксплуатируют наш труд Усталость лишь в сухом остатке Порой с овчинку небоском Зато нередко на посадке Нам аплодирует салон Субтитры создавал DimaTorzok Мы не спеша на эшелоне Идём по спинам облаков А в комфортабельном салоне Летят копчёные с югов Три роты личного состава Из дьюти-фри напитки пьёт Ведут себя не по уставу Гвард-проводницам представили Но в дюти-фри напитки пьёт Идём по спинам облаков Идём по спину Идём по спинам облаков добавить контраста, что ли. Следующая песня. Значит, значит, вот я о нигде хотел рассказать. Значит, ну, классическая ситуация. Ворона из басни Крылова сидит на веточке с сыром санкционным. Ну, или неважно, каким сыром. Значит, ну, ждет, когда лиса пробежит по сценарию. Лиса в это время незаметно подбирается к вороне, значит, ну, у нее там специально альпинистские когти. Она забирается на дерево, подкрадывается незаметно к вороне сзади и по затылку ей бейсбольный бит. Это хрязь. Ну, естественно, сыр улетел, с ним была блутовка такова. Ворона сидит такая, ни хрена себе басню сократили. Это я к чему? Просто у меня эпиграф к следующей песенке. Очень известное стихотворение из нашей школьной программы. Нашей я имею в виду, ну, уже теперь могу сказать, нашего поколения. Вот. Не знаю, сейчас есть ли это стихотворение в нынешней школьной программе. Написал его Владимир Владимирович... Ну, не этот. Владимир Владимирович Маяковский. Вот. Я его до безобразия сократил, но оно мне было нужно, как в подводке к этой следующей песне. Она тоже новая. «У меня растут года». Так, нет, подождите. Чувствую, вот в той школьной программе есть люди, которые уже сразу говорят. Действительно. «У меня растут года, будет и семнадцать. Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? Книжку переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши. Выбирай на вкус». Помню, мы в школе учили стишок. Классик-поэт в нем рассказывал детям. Мол, хороши все работы, дружок. Сотни профессий на нашей планете. Выбрать на вкус я не принял совет. Я за отцом и за братом тянулся. Ну и, конечно, примером был дед. Тот, что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок, Коля, взлетаешь, взлетай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. Годы метели я с ними летал, И вспоминал я нередко бабулю. Чаще когда, когда прямо металл, Мне молотили снаряды и пули. И в этот миг мне казалось предел, Миг, когда тетка с косою цеплялась, К бабушке срочно вернуться хотел, Чтоб мне с порога она улыбалась. И, как тогда говорила внучок, Коля, взлетаешь, взлетай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. Время, как пуля на вылет или влет, Бабушка где-то давно улетела, Только, мне кажется, каждый полет Смотрят они, чтоб меня не задело. Дед словно рядом команду дает, Бей их, внучок, атакуй, я прикрою. Отвоевал я теперь твой черед, Помни, что с бабкой мы рядом с тобою. Бабушка с дедом твердят мне внучок, Холюш, летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. Бабушка мне говорила внучок, Холюш, летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, Но мне всегда аккуратно. Всю жизнь летал, было в летал, Но возвращался обратно. Переход.